Все передвижения по плацу, либо строем, либо бегом. Этот армейский закон знают все, кто оказался в военно-спортивном лагере «Сибирский легион». За неделю, проведённую по уставу, каждый из ста подростков изучил основы строевой подготовки, в чём смогли убедиться их родители. А буквально в 50 метрах к полевому выходу готовятся воспитанники палаточного лагеря «Эльбрус». Это первый опыт на базе Центра военно-прикладных видов спорта по организации туристической подготовки. В первой смене 30 ребят в возрасте от 8 до 14 лет. У этих легионеров своя программа. Они изучают бивак, то есть как правильно его ставить, маршруты, дистанции, которые они проходят на полигоне. То есть это там в лесу преодолевают они искусственные препятствия. Это именно касается, что по виду спорта идут у них и спортивное ориентирование. Демонстрация навыков, полученная в ходе пребывания в лагере, у этой группы проходит уже не на плацу, а в лесу. А научились юные туристы многому. Я нахожусь в лагере 6 дней. И мы научились лазить по канатам и вязать всякие узлы. И научились здесь сцепление. И если мы потеряемся в лесу, то я умею ориентироваться и смогу вывести родителей из леса. Успехи детей вызывают неподдельное чувство гордости у родителей. Отец Матвея Гончарука отправил сына изучать основы выживания в лесу и ориентирование на местности, быть самостоятельным. Здесь много причин. Основная, конечно, весь год учились. Ребенок уже устал от этой монотонности. Ему нужно отдохнуть. Ему нужно общение со сверстниками. Нужны спортивные какие-то нагрузки. Тем более летом мы долго ждали. Здесь можно, как говорится, хорошо провести время. И немаловажно – это дисциплина. Всего за время летних каникул в Барсовском центре военно-прикладных видов спорта изучить навыки строевой подготовки смогут порядка 300 детей. Еще около 100 подростков познакомятся со спортивным ориентированием в туристическом лагере. Наталья Степанова, Иван Рябцев, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости.